Губернатор Алексей Русских начал совещание с вопросов о коронавирусе. За последние сутки в области выявлено 336 новых случаев заболевания. На амбулаторном лечении 7500 ульяновцев, на стационарном 1500 человек. Свободными остаются 810 коек, предназначенных для больных ковидом. В медицинских учреждениях региона создан необходимый запас лекарств, кислорода и койка мест для стационарных больных. Ситуацию продолжаем держать на постоянном контроле. Продолжаем работать над вакцинацией жителей. Также Алексей Русских дал жесткую оценку вопиющему случаю с вырубкой голубых елей в центре города, напротив Дома советов. Для меня одно очевидно. Варварское отношение к месту, где живешь, должно пресекаться на корню. Сейчас по данному факту ведется проверка, в том числе с участием правоохранительных органов. В администрации города Ульяновска подли соответствующее заявление в полицию. Приведен контрольный отбор материалов для того, чтобы установить возраст и породу срубленных деревьев. Приведение экспертизы займет около 20 дней. После соответствующих решений уже экспертных оценок будет посчитана сумма нанесенного материального ущерба. Вместе с тем мы понимаем, что такое стало возможным вследствие того, что сегодня законодательство не содержит нормы о проведении процедуры получения порубочного билета на землях, находящихся в частной собственности. Нами соответствующие предложения по корректировке законодательства уже подготовлены. В Ульяновской области продолжается комплексная работа над ростом заработной платы. О ситуации по повышению зарплаты в строительной отрасли рассказал глава регионального министерства строительства и архитектуры. У нас организации, которые занимаются производством, порядка 11 организаций. Мы со всеми отработали вопрос. Большинство повысило заработную плату. Но часть организации отказались в повышении заработной платы, скажем так, на сегодняшний день. Потому что уровень заработных плат на производство более 45 тысяч. У некоторых достигает 56-57 тысяч. Это достаточно высокий уровень. И они делают повышение заработной платы регулярно. О росте заработных плат на сельскохозяйственных предприятиях проинформировал Михаил Семенкин. Как и в других отраслях в сельском хозяйстве заключаются соглашения с предприятиями о росте зарплат работников. В общей сложности уже на сегодняшний день охват предприятий подписанных соглашений у нас составляет 298. Охват численности работников более 7 тысяч человек. Хочу отметить, что уже буквально с января по октябрь месяц мы видим, что заработная плата в отрасли изменилась. Составила 110,3%. Глава Министерства экономического развития озвучил общую статистику по работе над ростом зарплат в регионе. По итогам работы, начиная с сентября месяца, заключено 1360 соглашений. 180 соглашений удалось заключить совместно органами исполнительной власти и муниципальным образованием за прошедшую неделю. Что касается муниципального уровня, то здесь нарастающим итогом заключено 1047 соглашений и 155 за прошедшую неделю. О строительстве и модернизации сетей наружного освещения рассказал Александр Черепан. В 2021 году объем финансирования проекта составил 353 миллиона рублей. Всего по семи направлениям к концу года будет установлено 10 625 новых светильников. И мы закроем на 36,7 потребность общую от программы. Напомню, что это порядка 32 тысяч светильников. И 9 913 светильников будет установлено по новому строительству. На заседании также рассмотрели формирование бюджета на 2022 год. Рейтинги муниципальных образований региона, подготовленные Центром стратегических инициатив, поговорили о трудоустройстве выпускников, обсудили ход реализации национального проекта «Культура». Валентина Ніконова, Данил Сурков, Олправда ТВ.